МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорь Бузовский звернулся до удельника урочистого посажения в гонор 55-й годе громадского объединения. Под обязанностью Юлии Борисовец. Белорусский фонд МИРУ – одно из наибольших уторитетных громадских объединений, якое ведают и поважают во всем свете. В зале Белорусской державной филармонии – представники органов выканавшей и законодавшей улады, члены правления, старшины и активисты областных организаций, духовенства. Усеяны выказывают словы-падяки у адрес миротворчага активы Белоруссии. На его рахунку – шмат добрых справ. Объединение мкнется умоцовывать мир и згоду помеж людьми. Особливое место – займая работа, накерованная на усталявание сувязей с краинами-суседями – Россией и Украиной. Программы мероприемства у фонду увасабляют идеи милосерности и гуманизму, накерованы на патрымку молодей, патриотичное выхование. Фонд «Миру» удельничает у реконструкции помников, месту похований воинов, реализуя экологичные проекты и доброчинные акции. Большую поддержку фонд «Мира» оказывает единственным на постсоветском пространстве, расположенном в нашем районе, мемориалу детям-жертвам войны, населенном пункте Красный берег. Мне хотелось бы пожелать всем миротворцам здоровья, добра, счастья на благо нашей любимой Беларуси. От гумельской делегации на республиканской сцене узнагородили пять представников. Узнагородный знак «Заслуженный миротворец» отрымали активисты областного отделения. У гады святочный день усім без выключения представникам миротворчого руху адрасовали теплые слова и песни зорки беларусской эстрады. Специально с нагоды 55-ти годы Беларусского фонду «Миру» выконау свои шлягеры у золотым составе и вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». На планете Земля и не хватает таких общественных объединений, как Беларусский фонд «Мира» и таких хороших, важных, прекрасных миротворческих мероприятий. Усяго на мероприемстве присутніши локаля 700 человек з усіх областей за Межа. Гэта показчик массовости дейсного аутаритету, як унутри країны, так і за її Межами. Гомельское отделение Беларусского фонда «Мира» всегда отличалось синициативой при проведении различных мероприятий. И особая значимость заключается в том, что эта общественная организация опирается на молодежь, на учащихся школ, учреждения профессионально-технического образования, высшее учебное заведение, и это абсолютно правильно. Мир – это будущее, будущее нашей молодежи. Мир – это радость, это детство. И поэтому сегодня те мероприятия, которые проводятся не только в Республике Беларусь на областном уровне, но и далеко за пределами, говорят о пользе этой организации и результатах работы. Советский фонд «Миру» был заснован и 27-го красавика 1961 года. Подмурок заклали лидеры. Теперь час начинать новую сторонку деятельности Беларусского фонда, которую уже створяем молодь. Урочистой посаджению «Гонор» 55-ти годы утворение Беларусского фонда «Миру» отрымалось суправдым масштабным. Уся год Гомельской в области им приняли удел коля 100 человек. Готалепшие супрацовники громадских, объединения, представники улады выники подведены. А теперь, что довольно символично, на память агульных фотосдымок. Юлия Борисовец, Валерий Хапанько, телерадиокампания «Гомель». Протягиваем выпуск. 20 мая у Гомеля пройдет 13-й экономичный форум. Потенциальным инвесторам пропануют больше 150 проектов и до 200 земельных участков для ведения бизнеса. Олег Сентюров позекавился, насколько поспехово реализуются погоднения, заключенные подчас по передних форумам. У якости прикладу обрана сфера агроэкологичных послуг. Агроэкотуризм – сфера, протягальная не только для особных жахаров, а лечь матоких предприемств. По великим рахунку проблем при реализации проекта может возникнуть вся годзве. Необходное укладание – перевысить финансовые максимумысти предпринимательника, где не отремается пропановать комплекс соправды за потребованных послуг. Тут так само необходно усил пролечить уречте, як и любые інши вид деяностей. Агроэкотуризм повинен приносить прибыток. Ощущлять деятельность с постановкой на учет в налоговой инспекции планировали в 2015 году 28 человек. За 2015 год им было заключено около, не около, а 553 договора на сумму около 1 млрд белорусских рублей. Посетили наши агроусадьбы 3372 человека. Водосходящая Михайловская у свой час будывали для створения стратегичных запасов воды. Хоть до завершального этапа работы не довели. Проект оказался нерентабельным. Зато и в Гоминском районе заявился неповторный куток природы. Бадай самый великий плюс альчинного агроэкотуризма – не кранутая природа. Не глядяче ни на что. Зносилось такие кутки – все еще не проблема. Макчима у нас меньше теплых ден, чем у полневых краинах. Але и в этом есть своя пригожость. Почас одного из гоминских форумов погоднение по заведению на березе водоема агроэкотуристичного комплексу заключила гоминская будавничая фирма. Кажуть, что звернули увагу на гэтай мястины году 15 тому. Тяпер заявилась макчимасть реализовать мару. Обрачал заведение домов для туристов. Компания посадила тут уже около 2000 древ и выпустила у водоема маль 40 тысяч тонн рыбы. Различная на 50 человек комплекс, який отримал назву «Славянский свет», будет працовать по принципу «Усё уключено», починаючи от макчимысти отпочивать сирот соправды некранутой природы до самых разностайных забав. При этом ориентация на звычайные семьи с Беларуси и близкого замежа. Пеших туристов тут планують принять в наступном годе. Тут не будет таких заоблачных сцен и тому подобное. Тут континент простой, семья, должна приезжать семья. Дети играют на детской площадке, аниматоры с ними гуляются, женщина либо купается, может на лошадях покататься, мужчина либо охотой занимается, либо рыбалкой. Всем, чем хочешь здесь можно сделать. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Картина галереи Горы Лавашенки селета первой Гомельской области провела культурную акцию «Нож музеев». Ей наведали некольки тысяч человек. У их лику и наш корреспондент Ганна Ковалева. Культурную акцию «Нож музеев» в этом году найбуйнейшие выставочные и музейные установы Гомеля вырешили провести урозные дни, как у гомельчан была макчимысть наведать усе. Першая его организовала картина галерея Горы Лавашенки. Деля акции перокрыли в улицу Карповича и владели святой не только в выставочных залах, а и на прилеглых территориях под открытым небом. Сегодня впервые в областном центре гомельчане и гости нашего города смогли увидеть театр на улице. Это впервые. Ну и, конечно же, мы пригласили гостей из города Чернигово, из города Минска. Это будет потрясающее световое шоу. В прошлом году мы, гомельчан, радовали огненным шоу, но в этом году решили немножко программу изменить и сделали световое шоу. Для аматора увыявленного мастерства открыли усе действенные выставочные залы на выбор работы с краязнавшего музея Витебска, репродукции картин со свет на ведомых мастаков, текстильная скульптура и ведомыш полотный Горы Лавашенки. В целом тут працавало одразу семь пляцовок. Организаторы зарабили ставку на разностаенность и попробовали уличить интересы гомельчан у всех взрослых. Тут можно было увидеть театральные постановки, вокальные номеры, прокатиться на каруселях и навод пострелять с оправданного лука. Мероприятие уже последние годы настолько громкое, что не узнать его просто нельзя было. Я уже последние три года посещаю, и с каждым годом мероприятие набирает все больше и больше обороты. Это очень приятно здесь проводить время, с каждым разом все больше и больше мероприятий, и каждый может найти для себя что-то по интересам. Те, кто увлекается искусством, могут поучаствовать в росписи. Боди-арт нам предлагали, правда, испугался это сделать. Несколько лет мечтал из лука пострелять, искал школу из лука, да, не доводилось. Вот сегодня, несмотря на очередь большую, все равно вот стою, жду, наконец, моя мечта сбудется. Найбольшая видовищная частка шоу началася, коли город накрыл змрок. Аптичный иллюзионист Мартин Март из Минска продемонстровал, как малевать светло. Свою программу так само представила троу светлового перфоманса министры Лиз Украины и гомельские майстры интерактивного светлового шоу. Мы постарались показать световое шоу с элементами и цито-диодных крыльев, цито-диодные веера, все, что было красиво и с таким вдохновляющим личным настроем. Ну и закончить на драйвовой такой нотке. Над пятигодинной культурной программой працавало больше як сто человек. Оценили их намаганне, а май четыры тысячи наведовольников. Такие личбы побили усе рекорды попередних годов. И гэта як нельга лепш, подсверджая звание одной из ведущих культурных установ гомельщины. По выниках работы в минулом годе картинная галерея Горела Вашченке занесена на областную дожку гонору. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадо «Кампания Гомель». А дванадцати годовая история проведения сотни удельников и признания на Сусветном Узровне. Учерговый раз юных эрудитов собрал гомели Кубок Европы по интеллектуальной гульни, что декали. Двадцать семь команд с пятикраинцвету по традиции праймы областный палац творчатся дятей и молодей. Сярод удельников турниру, юнацкие команды, переможцы и призеры чемпионатов европейских краин и найбунейших международных споборництвов. Для сравнения, в самом первом турнире в 2004 году удельничали только Россия, Украина и Беларусь. За годы основания конкурса своей силы на этой гульнявой плацовце выпрабывали команды многих инших краин. Все лето заявки на удел так само подали Латвия и Армения. Каждый год растет уровень команд. Естественно, каждый год растет уровень вопросов. Потихонечку. И те вопросы, которые мы задаем сейчас детям, немыслимо было бы задавать в далеком-далеком 2004 году. Сейчас это уже та вершина, на которой уже много лет карабкаются самые умные, самые сообразительные дети из всех наших соседних стран, особенно из Беларуси. Сегодня гости в Вяшернига шоу на телеканале Беларусь 4 Гомель станет заслуженной артисткой России и популярной гуморысткой Светлана Рожкова. По часу эфиру говор к оподе про сценичные в образы, гастроли и подорожи. Доведуются телеглядаши об сокретах прыгажости, бытовых клопотах и таймницах семейного шастя артистки. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 19.30 на телеканале Беларусь 4. Я в спорте. На минулых выходных у Гомеля прошел финальный этап с поборницей подзитяши легкой атлетицы. До этого, под эгидой Международной ассоциации легкой атлетичной федерации отбылись региональные отборы у каждого из района областного центра. У делу их взяли больше як 700 шатвероклассников. Яны показали свое умение у скачках, бегу, розных видах киданню и инших легкоатлетичных практикованню. Усяго их было 10. Для у делу в финальном этапе, який прошел в палаце легкой атлетики, одобрали 8 школ по 2 от каждого района Гомеля. У гэты дзен яны измагались с заголовным приз пероходных кубок. Ребята достаточно спортивные и здесь надо отметить труд учителей по физкультуре, которые готовят ребят и скажем так, и ребята показывают достойные результаты. За ходом финального этапа сошили профессийные тренеры, які означали для себя наймаснейших спортсменов и будучи не займутся их подрыхтовкой для споборниц больше высокого узровня. Больше всего нравится прыгать длину. еще бегать, потому что я самый быстрый из нашего класса. Я хотел стать спортсменом, футболистом, хотел поступить в известный клуб. Я очень люблю спорт. К тем часам у Гомельским областным центра Олимпийского резерва по оконным спорте отбылся открытые республиканские споборництвы по перадолине Пирожкот. За узнагороды змогались спортсмены с Гомеля, Могилева, Гродзенской и Минской областей. Конкур напыл на один из самых прыгожих видов конного спорта. От наездника потребуется высокий узровень кирования живелы и тонкий разлик. По умовах споборництва необходимо переодоливать пирожкоды у строгой последовательности. На выник уплывая худкость, за какой спортсмен и конь прошли маршрут, а так само колькость помылок. Наездники вознашали мощнейших у трех взрослых категориях. От этого залежало вышение пирожкод от 90 до 130 сантиметров. Особливость открытых республиканских споборництва у тем, что и они не заявляются заликовыми. Эти соревнования входят в круг предварительных подготовительных соревнований, то есть это не зачетные, неотчетные соревнования, на которых можно проверить, рискнуть, посмотреть, как подготовлена лошадь, подготовлен садник и внести соответствующие коррективы. Гомельские спортсмены на этих споборництвах без узнагород не за столице. Выхованцы Гацар по оконным спорте Дарья Панякова и Анастасия Плескацевич стали переможцами в своих взрослых категориях. Другое место заняла Афелия Исмаилова. Третьими финишовали Елизавета Маршалова и Елизавета Барышек. Эти инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернет по адресу www.cvrgomel.by На этом выпуске завершено в студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин